Так, пришла смс-ка, Елена Александровна осталась в деревне, а тут у нас так, в городе дождя нет, а там сильнейший дождь. Вот выброса трудно. Так, это у нас-то продолжается, это кошмар. Так, что дальше? Посмотрю я, кто у нас тут. Мне всегда нравится, когда появляются несколько новых фамилий. За четыре года, конечно, собственно сменился. Но ветераны есть, без них никуда. Но уже не все. А, так еще же потом будут догонку смотреть. Догонку. Ладно, читаем письма. Так, Жрат плюс 29. Ну, что я скажу? Это Юрий Владимирович, я вас поздравляю с первыми перчиками, с первыми абрикосами. Вот. Уткнули, заткнули, надеюсь. А для них это не аргумент. Все равно это самое. Что сказать? Мы неправильно. Так. Сафрона, добрый вечер. Привет из Калуги. Долгожданный дождь. Поздравляю. У кого вечер. Ленинградского жара спала. Галина Блинова. Сергей Александрович, здравствуйте. Парья, здравствуйте. Болгородская область. Жарко. Плюс 35. Так. Всем доброго и света. Всем привет. Знаете, после того, когда долгожданный дождь, жара, после того, что случилось в Германии, Австрии и Чехии, еще где-то, еще прихватило, вот, города фактически разрушены. Да, они организованы. Да, они пройдет несколько месяцев, и даже следов не останется. Все это верно. Да, вот. Нам, россиянам, я просто говорю одно и то же. У них тоже есть свои проблемы. Оказывается, где-то там, сегодня у меня мама, она медик, Ирина Александровна, рассказывала. Я просто в ужас пришел. Упоминая странное. Греция, в частности, странное эти, с самого общего рынка. Хоть сдохни. Никакой скорой помощи никто тебе не поможет. Вот. Сидеть будешь дома и ждать, умирая. Так что, оказывается, у нас сегодня худшая страна. Другое дело, мы могли сделать лучше. Вот. А сейчас о конкретном. Домик, деревня, где бы вы ни жили, хоть во дворце. Придет пора. От дворца останутся руины. Либо это раскальшество. Вот вы знаете, вы представьте себе мой домик. Извините, я разговаривался. Но у нас так, тут мало разговоров. Мы успеваем. Так вот. Я вот так прикидывал. У нас бывали землетрясения. Три, пять баллов. Так. Один раз в городе. Сплю, вижу люстру вот так. Но я, правда, переносил на другой бок. Я фаталист. Вот. Посмотрел на руки, сколько мне жить. Господи, до девяносто. Ну, я шучу, конечно. Может, восемьдесят. Но дело в том, что и спать. А когда я в деревне был, и тоже был такой же этот самый. А я его не заметил. А почему? Я тоже спал. Ну, я спал в этом домике. Его землетрясение, вот этот вот домик, да. Доски, доски. А внутри, между досками, копилки. И так стены сделаны. Вот. Как угодно раскачивай. Потолок не рухнет. Ну, только попилки посыпятся. Вот. И все. Я буду жив. Вот. За время, пока Енисей придет, как к нам в гости, иногда смотришь, страшно становится, на какой высоте, какая огромная потенциальная энергия в этих 200 метров. Толстая вода. 200 метров. Вот. И так в каждом городе есть свои проблемы. Домик, деревня. Климат раскачивается. Посмотрели, а завтра будет у нас тоже. А у нас хуже. У нас дома плоше. У нас когда, это, Тулуня, десятки трупов плыли по городу. Было? Город Крымск. Забыли? 170 трупов проплыло по улицам города. Забыли? А это еще были маленькие катастрофы. А впереди страшнее. А вы на 25 этаже живете. Значит, надо домик, деревня. Надо детей в деревню. Надо, как можно, больше времени проводить там. Есть возможность сидеть на работу. В деревне. Вот. Хоть с дворца, хоть с хижины, как у меня. Вот это важнейший момент. Потом вспомните, поздно будет. Это мой совет старого волка. Всем добра от Бориса. Спасибо. Казахстан. Спасибо. Всем благородия. Рост осада. Спасибо, Виталий. Смотрите. Наверное, сухой почвей не вырастет крупные плоды. Без своевременного полива не вырастет крупных плодов. Александр Михайлович, если, допустим, а дальше написано. Дерево изменяется, как и склеп. Потом только растут по инерции. То, что заложилось в первый год-два. Делаю я о другом. Я когда гордо говорю, что мой сад не поливался ни разу, это не значит, а у меня бедная сухая почва бывали в воде. Бывали такие засухи, что не снились даже этим самым. Кажется, в пустыне Сахара. Где-то 34-35. Ой, в рекорде. У нас под 40 месяцами было. Мы подыхали от жары. Прямо в смысле. Деревья подыхали. Но я сейчас о другом. Я просто говорю, что мой сад экстремальный, выживет он, выживет у вас. То есть, я достойен доверия от того, что если сад никогда не обрабатывался, особенно как учат эти классические садоводства, не калечился, ни почвы, ни эти самые. Значит, уже за этим можно следить. А поливать, не поливать, для этого существует барометр, для этого существует этот самый метеосводки. Думайте, если завтра обещают дождь, можно не поливать. Если переди, скажут, неделя не будет ни капли, обязательно полейте. Я с вами полностью согласен. Вы заметили, Николаевич, на своем ни разу не было разногласия. Посказали так, и наоборот. Так. Потом только выбирать почечные вариации по зимостойкости, росту кладам. Ну, для нормальных людей вообще ничего не надо выбирать. Надо ждать чуда, и это чудо придет. Так, прививать опять на моем месте привыкший подвой. Это правильно. Это второй этап. Только мы сейчас стараемся давать советы простым людям. Главное, не уничтожить деревья с первого раза. Потом, да, потом прививка, местный подвой. Но главное, не дать воли вот этим самым Ольгам, этим Платоновой, вот этой Ольге, этой самой, которая черешня учила калечить. Никому не давать. Не давать им воли. Вот еще мой совет, мне просьба. Там один Железов, Юрий, он там несколько раз замещание делал. Вот. Безжалостно грязью поливать. Безжалостно, потому что невыносимо сама мысль, что они неправы. Они не могут с такой мыслью жить. Они привыкли, что на них в рот смотрят, как удавы. Кругом одни бандерлоги вот эти вот с хвостами. То есть простые садоводы. Вот. А это удавы смотрят. Надо, чтобы еще наши туда внедрились. Вот представим себе, что в этом есть, в гостевой есть адрес, как туда попасть. кто-то спрашивал. Ну, зайдите, посмотрите. Что-то не понравилось. Ну, выскажите свое мнение. Не обязательно железу спорюнать. Вы что, с ума сошли? Даже так не надо. Даже не надо говорить, с ума сошли. А просто чисто так, это незаметник, такой вопрос, что ну, вы вроде бы как неправы, понимаете. Вы же сейчас, ну, как может дерево жить без штампа? То есть, наоборот, со штампа. Это что, столько элементарно, ну, их же не переубедить. Им даже в голову не приходит, что они не правы. Вот чем беда-то, что у них даже сомнений не появляется. Подкормить уплодовые деревья. Ну, у меня, это, не помню, в каком году я последний раз грузовик с этим, с 5-7 лет назад понемножку по пол ведерка давал под каждое дерево. Их всегда много, не хватило. Один грузовичок. А последние годы только вот сколько, мы там сейчас редко печку топим. Ну, немножко золы получается. Ну, пол бочки 200 литровой. Я потом беру раз по ведрам и веду и вот так вот, как этот сею. Разбрасываю, разбрасываю. Конечно, не хватает. Даже вот по такой жменьке по дереву не хватает. Ну, в среднем вот по такой. Это все подкормка. Я не думаю, что их вообще надо подкармливать. Есть старые деревья, они уже сотни ведер дали. Может, надо его подкормить. Ну, у меня принцип. Не могу теперь. Это прокукарекал, теперь все. Теперь я не могу. Сколько буду жить, не подкармливать, не буду. Так, Тимур. Сильно говорят, уже у вас последствия аномальные жилы не были готовы. Сегодня направили помощь. Нет, пока дождь не потушит. А вся эта помощь, это сказка. Вы видели пожар настоящий? 100 тысяч вылей этих самых с вертолета, бочек. Ничего не поможет. Главное не поджигать. А мы к этому не готовы. У нас главное шашлык. Так, здравствуйте. Я привил ваш абрикос, корневое отводо, желтые сливы. Привилка прижилась, выросла на 7 сантиметров на сегодняшний день. Поздравляю. Корневое отводо плотно и примыкает к материнскому дереву. Отсадить не получится. Боюсь, что материнское дерево не даст дальше привой развиваться. Чтобы сохранить абрикос, как вы думаете? Материнское дерево не надо угнетать и обрезать. Или абрикос может расти в месяц сливой. И ничего не надо делать. Малая информация. Если, допустим, у меня, не знаю, вернуться, не вернуться, смотрите. А, где мы тут? сейчас, сейчас. А, нет. Вот, мы только недавно были, 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 только недавно были в этой флешке, да? Вот, если вот так вот, флешка, ага, вот, вот она флешка. вот она флешка. И вот, самая нижняя, да? Вот, тут получалось так, что я вам показывал, ну, где-то в этом месте, не помню. Там, получается, небольшие эти. сейчас. Сейчас. Показать двойные. Ага, вот сейчас будет. Сейчас, сейчас. Ау. Ага, Если вот так вот, вы могли привыкли на молодое дерево, и они, дело в том, что, когда слива, вишня, и яблони, они, их стоит чуть-чуть угнетать, они сразу начинают расползаться в виде отводка. Сразу. Сейчас покажу. Вот. И тогда получались вот такие двойные деревья. О, я уже далеко заехал. Трудно найти. Короче, вы видели, там один персик был привит на сливу, второй персик был привит на абрикос. Вот. Я их оставляю в таком же виде, потому что они, я жду чудо, когда персик будет с элементами сливы, какими-то генами, или персик будет, то есть персик, а слива будет с персиком, что-то такое. Я оставляю. Но, в принципе, в других случаях поступают безжалостно. Вовремя. А, допустим, и они вот так еще равноценные, по полтора метра. Еще можно подбой отрезать, чтобы не мешался. А бывает как? Вот такой величины, мне часто привозят такие снимки, вот такой величины, и вот такой величины, старое-старое дерево. А у него отводок. Отводок привьют и говорят, ура! А этот отводок через 10 лет даст и плода за 10 лет. А все целиком спиливать. Оно может ценность представлять. Давайте так, вы напомните этот разговор в виде отдельного письма на мой электронный адрес железово.садсим.собакаймал.ру и рассмотрим вашу фотографию и решим выбирать подвой, чтобы прививка пошла. Она же хорошо началась все-таки. Начало хорошее, правильно? Вот или не убираем.